Ты Моя любовь Я повторяю вновь и вновь Ты Мой Бог святой Я преклоняюсь пред тобой Ты Моя любовь Я повторяю вновь и вновь Ты Мой Бог святой Я преклоняюсь пред тобой Ты Моя любовь Я повторяю вновь и вновь Мое сердце И душа Славят имя Господа Что меня Ты возлюбил Искупил и все Прости Мое сердце И душа Славят имя Господа Что меня Ты возлюбил Искупил и все Прости Ты Ты Мой Бог святой Я преклоняюсь пред тобой Ты Моя любовь Я повторяю вновь и вновь Ты Мой Бог святой Я преклоняюсь пред тобой Ты Ты Моя любовь Я повторяю вновь и вновь Аллилуйя Аминь Присаживайтесь, пожалуйста Сегодня чудесный день И я верю, что У нас у всех все получится Пожалуйста, давайте помолимся, чтобы Дух Святой дал нам сегодня это Откровение Чтобы мы могли Изучать Слово Божие Взяли для себя Очень многое Очень важное Потому что от Слова Божия Наша вера Господь Иисус помоги нам И помоги мне Господи передать Слово Помоги, чтобы люди были открыты Чтобы враг не украл ни одно Слово Во имя Иисуса Христа Я благословляю Церковь Атмосферу благословляю Пусть сила Твоего помазания И Духа Господь Сейчас нас обнимет Господь И наставит на всякую истину Во имя Иисуса Христа Аминь Братья и сестры Мы два воскресенья рассмотрим Тема спасения То, что сегодня очень многое сказала Рузана У нас будет в это воскресенье Важность рождения свыше Мы поговорим о важности рождения свыше Следующее воскресенье Мы поговорим о потерянном спасении Потому что Есть спасение Если есть спасение То всегда есть враг Который действует против спасения И можно потерять спасение Можно потерять спасение Поэтому мы сейчас поговорим о важности рождения свыше, потому что нет спасения без рождения свыше. И поэтому поговорим об этом и расскажем, или подскажу, или расскажу семь признаков рожденного свыше человека. Потому что это очень важно, мы должны следить за нашей жизнью, мы должны четко обозначить для себя некоторые пункты, в которых мы должны приносить плоды. Если в нашей жизни христианская мы не имеем плоды, если мы в нашей христианской жизни не следим за собою, если мы не упорядочиваем нашу жизнь христианскую, то мы очень скоро потеряем спасение. Поэтому я сегодня буду говорить о важности рождения свыше. Важное условие для спасения это рождение свыше через покаяние. Это то, что каждый раз мы в церкви говорим, каждый раз мы передаем это, то Рузана, то кто это делает, мы передаем это, кричим прямо отсюда, с этой кафедры прямо кричим, что вам нужно покаяние, чтобы родиться свыше. Вы знаете, я вам скажу очень важную истину, что когда мы ходим в церковь, это еще не говорит о том, что мы спасены. Церковь не спасает никого, спасает только Бог. Ходить в церковь и быть спасенным это две разные вещи. Мы не ходим в церковь, чтобы спасись, мы ходим в церковь, потому что мы спасены. Аминь. И важное условие для спасения это рождение свыше через покаяние. И очень важно, посмотрите, я буду читать, я буду говорить от Иоанна 3 главы и буду читать только 3 и 6 стихи. Но, здесь произошел очень важный момент. К Иисусу пришел один из начальников синагоги. Это не был простой рыбак, это не был какой-то прокаженный, это не был какой-то больной или слепой человек или хромой. Это был начальник синагоги. И вы все знаете этого человека, его звали Негодим. И когда он пришел к Иисусу, он рассказал Иисусу о его делах. Он сказал, я знаю, что ты от Бога, потому что никто не может делать такие, творить такие дела, какой ты творишь. Он как фарисей, естественно, обращал внимание на дела, которые делал Иисус. Но Иисус его взгляд убрал от этих дел и сказал, слушай, истинно, истинно говорю тебе. То есть, иногда мы смотря на дела или смотря на людей, которые, например, успешные люди, успех имеют в бизнесе, в финансах, нам хочется с ними дружить и двигаться. Но Иисус повернул взгляд Никодима в другую сторону. Он сказал в третьем стихе, Иисус сказал ему в ответ, истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царство Божие. Никодим начинает с ним спорить, говорит, как это побудет? Неужели надо еще раз войти в утробу матери и родиться? Иисус говорит ему конкретно слова, которые меняют его мышление. Он говорит, ты учитель Израиля, ты не знаешь этих вещей? То есть, смотрите, учить Слово Божие, читать Слово Божие, это все хорошо, это все чудесно. Но если внутри сердца не произошло вот эта сила покаяния, и Христос не пришел в твою жизнь, и ты не родился свыше, спасение стоит на очень большом таком вопросительном знаке. Потому что если человек не открыт для Бога, он может читать. Знаете, сколько фарисеев, сколько религиозных людей, сколько церкви, которые читают Слово, даже стоя читают Слово. Да, Слово хорошо читать, но если сердца ожесточены, если сердце не открыто для Христа, если сердце не любит Иисуса Христа, это ничего не поможет. Если женщина не беременна, тушится, не тушится, вообще ничего не произойдет, положи молоко на живот, что хочешь сделать, ребенку от этого легче не станет. И женщина от этого беременна не будет. Беременность, когда семя попадает именно в центр сердца. И когда мы говорим, что я верю в Иисуса Христа, мы должны понять, на каком уровне и на каком направлении мое сердце стоит. Вы знаете, я иногда выбираю то, что Бог дает, я молюсь и говорю, Господи, Ты даешь мне проповеди, которые сегодня не модно говорить. Лучше говорить о процветании, лучше говорить, что да ты что, ты спасен, и кто спасен? Мы все, да, конечно, вы верите, да, верим. А где Христос? Аллилуйя! Я знаю, что Бог хочет, чтобы мы не остались на этой земле. Здесь будет, знаете что, скрежет зубов. Лучше сегодня, есть шанс у нас сказать Иисусу по-настоящему, да. Не играйте в христианство, чтобы потом, вы знаете что, я не хочу, чтобы кто-то в аду искал меня, чтобы сказал, ты неправильно говорил Слово Божие. Я хочу, чтобы мы все оказались на небесах. Поэтому сегодня я буду говорить, если ты еще искренне не открыл сердце для Иисуса Христа, если ты еще не рожден свыше, если ты еще играешься сегодня в христианство, остановись, это опасно. Потому что рожденный от плоти есть плоть, а рожденный от духа есть дух. Некоторые признаки, вот эти семь признаков или условий, или плодов, как хотите назовите, я назвал признаки, которые мы должны иметь в себе. Я сегодня об этом поговорю. Я расскажу об этом. Но прежде хочу еще одно место читать. Ефесянам 1.13. Это очень важно. Посмотрите, к Иисусу не пришел какой-то, я еще раз говорю, человек, пришел в начальных синагоги. В одной проповеди я не могу вот это все передать, то, что я хочу. Но следующее воскресенье, мы продолжим эту тему, и я буду говорить о потерянном спасении. Потому что многие утешаются тем, что они, ну я же в воскресенье хожу в церковь. И что дальше, а все остальные шесть дней, что ты делаешь? Где домашняя церковь? Почему тебя не видно в домашней церкви? Ты скажешь, а это важно? Так от этого. Это результат. Это результат твоего хождения перед Богом. Это результат твоего рождения. Рожденный человек и любящий Бога человек никогда не оставит никакое собрание. Понимаете, о чем я говорю? Есть то, что есть, в следующем воскресенье скажу, есть, когда родился, но сатана украл все ценности твоего рождения свыше. Это потом. Хорошо. В нем и вы, услышав слово истине, благовествование вашего спасения и уверовав в него, запечатлени обетованием Святого Духа. Посмотрите, если мы в одной ступеньке неправильно поступаем, мы не получаем обетование Святого Духа. Нам тяжело двигаться. Почему? Потому что мы не покаялись по-настоящему. Наше сердце закрыто. Дух Святой не придет. Грязное место Дух Святой не придет. Прежде чем прийти Духу Святому, должен кровь Иисуса Христа омить нашу совесть, наши мысли. Наши грехи должны быть на Христе, чтобы сошел на нас Дух Святой. И здесь говорится, апостоль Иоанн пишет в своей третьей главе, говорит, что Никодим, ты все правильно знаешь, но ты ничего не применяешь в своей жизни. Ты очень четко и правильно знаешь, но ты не можешь это употреблять или пользоваться этим, ты не умеешь. Почему? Потому что ты не рожден свыше. Дух, как ветер, рожденный свыше, как ветер. Дух дышит, где ходит, хочет. Вы понимаете, рожденный свыше, христианин, который горит для Господа, у него четко все, во всех отношениях, он прославляет своего Бога. Он поклонник своему Богу. Он нигде никогда не... Он может отступиться, он может ошибиться, он может упасть, но праведник семь раз упадет, но встанет. Вы понимаете, о чем я говорю? И посмотрите, он говорит, это вы услышали. Слово истины услышали? Благовествование – это вашего спасения. Это слово истины – это вашего спасения. Это не просто так, что я вот такой умный, мудрый, потому что я пастор, поэтому я готовлюсь, слово вам передаю. Я, это слово Бог дал мне только по одной причине – он любит вас. Это слово я говорю, потому что его желание изменить каждого из вас. Это на самом деле моих мозгов не хватило бы, чтобы все это вот составить. Это Дух Божий дает, который это вам надо, чтобы спастись. И поэтому благословение вашего спасения и уверовав, посмотрите, услышали слово истины, потому что и в этом спасение. Уверовали в это, не просто согласились, но это тоже правильно, когда мы соглашаемся. Это часть веры, но когда мы уверовали в Него, мы запечатлени обетованием Святого Духа. Тогда Дух Святой сходит на нас, и мы рождаемся от Духа Божьего. Дальше, если мы будем прочитать, Ефесянам 4,30. Не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлени день искупления. То есть, после того, как мы приняли Духа Святого, мы должны уже понять, мы не одни. С нами Дух Святой, и Он помогает нам. Аминь. Отец, помоги во имя Иисуса Христа, чтобы мы могли Духом Святым говорить. Чтобы мы могли передать, Отец, чтобы я мог передать Духом Святым все, что Ты дал мне, Боже, помоги. Почему я так трепетно говорю об этом? От этого зависит наша вся жизнь, наше спасение. Потому что мы можем потерять, мы можем где-то оставить, мы можем где-то утерять, мы можем отношения потерять. Нам становится уже теплее, а теплота – это все хорошо, не горячо и не холодно. Есть теплота, и нам хорошо, но Бог, Дух Божий, в последнее время, через проповедников, прямо кричит для каждого человека. Бодрствуйте, бодрствуйте и бодрствуйте, потому что враг наш не дремлет и ходит, как крикующий лев, ища кого поглотить. Многим уже настолько комфортно в пасти льва, что они даже этого не чувствуют. Но это опасный путь, это очень опасный путь. Мы должны быть рождены свыше, мы должны иметь общение и отношение с Богом. Аллилуйя! Аминь! Ладно, как понять? Кто сомневается в своем рождении? Слава Иисусу! Мы все рожденные люди, аллилуйя! Ну, давайте сейчас посмотрим, как понять, рожден я от Бога или нет? Надо нам и об этом говорить, нет? Ну, как понять? Есть же некоторые... Вот у нас родилась Рузаночка, Андрюха родились. Их родители четко уверены, что они родились. Они не идут домой. Не увидели Рузану, например, Цоих не увидела Рузану и говорит, слушай, а Рузана родилась или нет? Пойду посмотрю, родилась или нет? А, да, точно, родилась. Такого нету. Или родилась, или не родилась. Или родился, или не родился. Такого нету. О, пришел в церковь, понял, я рожден. Вышел из церкви. Подожди, а может не рожден? Такого же нету. Или рожден, или не рожден. Все. Первый признак. Конечно же, ты скажешь, это вера. Нет. Сперва веры нет у человека. Первый признак – это любовь и общение. Мы, когда рождение свыше, хочется со всеми общаться. Хочется всех обнять. Потому что любовь приходит. Выходишь на улицу, цветы другого цвета. Небо. Ты на небо. Все время смотрели вниз, чтобы что-то найти. А тут ты уже на небо смотришь. Небо тебе уже интересно. Ты начинаешь меняться. Твоя жизнь меняется. Я помню, когда Рузана уверовала, я нервничал, почему она не ругается. Потому что если она не ругается, я не могу тоже ругаться. Мы должны понять, первое условие, или первый признак, давайте признак скажем, хорошо? Первый признак – это когда у тебя появилась любовь ко всем людям. У меня был один друг Иван. Я до этого по-другому жил вообще в жизни. Я только одно понимал. Чтобы жить, надо уметь вертеться. А потом понял, чтобы жить, надо любить. У меня был друг Иван. Я, наверное, может быть, и рассказывал вам. У меня был такой очень хороший платок. Я очень любил этот платок. И всегда этот платок на показ, но еще был у меня платок для использования. Я один раз иду и смотрю возле моего Ивана. А Иван был такой, ну, человек бездомный. Весь такой, пил всегда. Но мне нравилось с ним общаться. Я приходил, мы сидели. Он рассказывал о своей жизни. Как он сломался. Я рассказывал о своей жизни. И люди проходили, думали, ну, может быть, это кандидат. Просто еще не успел превратиться в это. Но нет, мне просто нравилось общаться с Иваном. Потому что я понимал, это Божий избранный человек. Но сатана растоптал его жизнь. И я все время ему рассказывал о Евангелии. Все время свидетельствовал об Иисусе Христе. Почему это было? Потому что это было мое первое время, Когда я уверовал только, внутри меня был любовь ко всем человекам. И до сих пор, но, это же первое время. Но его надо хранить, понимаете? И когда я подошел, смотрю, он раненый. Упал лицом на пыльце. И полностью лицо разбито. И я кинулся. Я забыл взять запасной платок. А у меня только платок, который я очень люблю. Мой друг, с кем я общаюсь, разбито лицо, А у меня платок, который я люблю. Что мне делать? Вы знаете, одни мысли приходили. А кто знает тебя? Иван не видит. Ну иди, завтра придешь, скажешь. А что это у тебя случилось? Лукаво сердце человека, понимаете? И крайне испорчено. Я вроде соглашусь, а потом говорю, Ну как так? Это же мой друг. И иду вот так этими мыслями, подхожу к нему, Доставил этот платок и начинал вытирать его раны. Знаете, еще сразу все мысли утихли, И платок стал для меня обычной тряпкой. Но после этого, братья и сестры, У меня сейчас, знаете что? После этого мне начали дарить платки. Такие дорогие платки подарили. Я потом раздавал эти платки. У меня дома сейчас 50 штук платков. Ну может быть 35. Я не считал. Но я знаю, что много. А то Розана потом скажет, не преувеличивай. Вы понимаете, о чем я говорю? Но есть внутри такая жажда. Это же не так. Ты так давишь на себя. Надо кого-то любить. Надо кого-то любить. Такого нету. В христианстве такого нету. Это или фонтан есть внутри тебя, Или этого фонтана нету у тебя. Или этот источник открыт внутри тебя, Или у тебя нету никакого источника. Да ты падаешь. Да ты там немножко такой, ну, такое, шалной. Немножко такой, но движущий. Но ты дитя Божий. Здесь важно быть ребенком Божьим. Здесь очень важно быть ребенком Божьим. Ребенок Божий отличается от всех. Ему не надо уговаривать, чтобы он пошел в церковь. Ему не надо уговаривать, что он пошел в домашнюю церковь. Но если сатана украл, тогда задумайтесь. 1 Иоанна 5.1 Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожденный. Всякий любящий родившего, Любит изрожденного от Него. Вы понимаете, о чем я говорю? Есть много мест, много мест. Но я не могу все места сказать. И так у меня записано много мест. То есть, смотрите, как только мы рождаемся от Бога, у нас что-то случается внутри. У нас внутри появляется какой-то источник. Источник вечной жизни. Источник любви, которую мы любим. Нету агрессии. Да, это попадается иногда. Иногда срываешься, но это не говорит ни о чем, если ты вовремя останавливаешься и каешься. Поэтому и Бог дал дар покаяния. Да, ты шел, ты споткнулся, ты упал, ты разбил колено, но ты поднимаешь глаза и говоришь, Папа, Отец мой, помоги мне. И Бог помогает. Аминь. Первый Иоанн 1,7. Если же ходим во свете, подобно, как он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. То есть, если мы любим... Вот представляете, если я люблю эту компанию, как мне туда не идти? У меня два момента. Либо я не люблю, либо я отступил. Вот когда мы не идем на общение в церковь, в домашнюю церковь, женское служение, мужское служение, призыв к работе на молитвенный дом, призыв килограмм доброе дело. Если мы в этих моментах хор, музыканты, если у тебя дар, ты сидишь и это... Запомни, два момента. Либо ты не любишь, либо ты отступил от Господа. Это не вариант, чтобы я люблю это общение, и мне там нету. Вот мне нравится быть на молитвенном доме, я каждый день там. Мне нравится быть в церкви по воскресеньям, я каждый здесь. Мне день здесь. Мне нравится в десять вечера молиться, я молюсь в десять вечера. Мне нравится утром встать, общаться с Богом, я это делаю. Почему? Это внутри меня есть. Мне не надо, чтобы Рузана заставили. Я знаю, мужья говорят, ты должна со мной утром молиться. Да, она ничего не должна. Она, если не любит Бога, не заставляй ее молиться утром. Если твой муж не любит Бога, не заставляй его идти в церковь и молиться по утрам. Если твой муж не любит Бога, не заставляй его читать Слово. Это все бесполезно. Только через рождение свыше приходит любовь внутри человека. Только через рождение свыше человек начинает любить Бога. Потому что вера и бесы имеют, еще и трепешут. Но эта вера их не меняет. Мы не можем хвастаться верою. Единственный плод христианина – это любовь с чистого сердца. Второй признак, очень важный признак. Я прочитал это 1 Иоанна, 5 глава, 18 стих. Мы знаем, что всякий рожденный от Бога не грешит. Но рожденный от Бога хранит себя и лукавый не прикасается к Нему. Это второй признак рожденного свыше человека. Есть ошибки, но есть осознанные грехи. Рожденный свыше человек не грешит, но хранит себя и лукавый не касается. Я это предупреждаю вас, чтобы вы пересмотрели свою христианскую жизнь и покаялись искренне перед Богом. Потому что вчера буквально было побуждение у меня и у Рузаны, чтобы мы могли уже передавать дары, которые Бог дает в церкви. Потому что многие люди сидят здесь, которые могут служить дарами, и не только в церкви, это на улице. Где-то увидели, встретили больного, хромого. Вы можете подойти, молиться, и мы будем молиться и передавать дары, чтобы они действовали везде, куда вы не идете. Но прежде чем дары должны использоваться или действовать, вам или нам, каждого из нас, должны мы разобраться, на какой уровне, какая шкала моей любви и куда я двигаюсь. Аминь. Надо это вам услышать или нет? Надо нам в этом проверить свою жизнь? Ладно, можете не ответить. То есть, рожденный свише человек говорит, нет, 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 я здесь участвовать не буду. Первый псалом. Блажен муж, блажен христианин, да? Даже уже и говорить не буду, потому что слово мы знаем все наизусть. Но, удивительный один момент здесь. Но рожденный от Бога хранит себя. Не кто-то другой его хранит. Ты что делаешь? Это нельзя. Это уже обличают, они хранят. Хранит себя. Почему? Потому что вот я завтра куда-то уезжаю. Никого нету. Гуляй, душа моя, никого нету. Ни церкви, ни пастырь здесь, никого нету. А кто я тогда? Мы были в Турции, мне благословили с Розаной. Десять дней мы были в Турции. Я там начал говорить. У нас там родилась домашняя группа. У нас там, ну, люди там были. До сих пор с Розаной общаются. Это Турция, ты скажешь Турция. Я там утром встал, утром, 4 утра, я постоянно молился внизу. Ну, там огромное фойе, такой там внутри, огромная люстра и вокруг такие номера. Я там утром включал прославление на русском языке и молился. Ко мне подходили тоже верующие там, мама с дочкой. И тоже со мной прославляли. Конечно, там было очень большое противление. Но вы знаете что? Это суть человека. Христианство это не хобби. Христианство это не религия. Христианство это не занятие. Христианство это не ходить в церковь. Христианство это суть человека. Христианство это естество человека. Христианство это внутренность человека. Христианство это жизнь человека. Аллилуйя! Если, конечно, ты рожден свыше, и твоя жизнь изменилась, если твоя жизнь не изменилась после рождения свыше, задумайся, ты прямое наследник ада, а не рая. Третий признак, очень важный признак, сразу появляется желание, услышьте меня внимательно, не читать Слово Божие, а питаться от Слова Божьего. Слово Божие читают все, даже в миру есть люди, они больше, наверное, читают, чем христиане, но мы не читаем Слово Божие, мы питаемся от Слова Божьего. Слово Божие – это как цветок, куда суем мы свой нос, и оттуда вынимаем весь нектаж. Понравилось? Поняли, да? Мы не читаем Слово Божие, мы туда суем нос. Вот это одно, единственное место, куда можно сует в нос, и оттуда достать весь нектаж. Весь нектар, который дает жизнь рожденного свыше человека. 1 Петра 2, 2, 3. Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. Во спасение! Ибо вы вкусили, что благ Господь. Знаете, очень много сегодня предлагают меда, фальшего меда. Вот у нас есть Эдик, он сразу проверит и скажет, это мед настоящий или нет. Очень много информации по Ютубу, очень много проповедников, очень много одаренных людей, которые порчи снимают, проклятия снимают, все что угодно. Но мы должны просто питаться от Слова Божьего. И потом, братья и сестры, обратите внимание, человек, который проповедует по Ютубу, вы же его жизнь не знаете. Вы же не знаете, какой жизнью он живет. Мне несколько дней назад позвонил один человек, говорит, я хочу, я хочу тебя познакомить с моей церковью, около 500 человек, ты можешь соединиться с нами? Я говорю, ну где соединиться? Там и говорит из Ростова, но у нас церковь онлайн. Я говорю, ты знаешь, брат, в церкви онлайн и воскресенье тоже будет онлайн. За вами Христос придет в онлайн, я не хочу там с ним встретиться. Я хочу живую с ним встретиться. Он говорит, да ты что, ты знаешь, какой я учитель. Я говорю, ты знаешь, люди, я говорю, знаю, знаю, даже знать не хочу. Почему я так говорю? Потому что онлайн или есть разные источники, в которых душа хочет сопитаться, но есть одно истинное Слово Божие, куда мы должны обратиться. Это очень важное дело. Поэтому, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое, словесное, ну чистое, ну пусть будет два слова, ну пусть это будет чистое. От искреннего сердца, чтобы это принимаемые начали расти во спасение. Четвертый признак. Это жажда приходит молиться и общаться с Богом. Фессиникицам написано 5 главе 17 стихом. Не пристанно молитесь. Псалом 142. Да направится молитва моя, как фимиам перед лицом Твое. Воздаяние рук, как жертва вечерная. То есть нам хочется общаться с Богом. А единственный язык общения с Богом – это молитва. Другого нету. Ты не можешь никак по-другому общаться. Молитва. Но молитва можно выразить разными способами. Можно неизреченными воздыханиями. Пока еще может быть человек родился свыше, но еще не говорит на языках. Но Дух Святой уже на нем. Можно молиться, просто поднимая глаза в их. Можно молиться, просто воздыхая. Можно молиться. Бог не смотрит форму твоего тела. Где ты лежишь, на колене стоишь, или что, или пользешь, или упал, или встал. Не имеет значения. Его важна молитва от чистого сердца. Чистее сердцем Бога узрят. То есть, когда ты начинаешь с чистого сердца молиться, то ты, или Бог, обращает на тебя взор свой, и ты встречаешься с Ним. Почему мы жаждем, да, и говорим, Господи, ну явись, Господи, ну покажись, Господи, ну приди. Бог говорит, я приду, но только очисти себя. В израильском народе, в Эдхом Завете, он говорил, очиститесь. Три дня пусть пройдет очищение ваше, потому что я посыщу. Потом приблизитесь ко мне. Мы должны очищаться. Вот мне нравится, как наш центр надежды, до хлебоприломления, трехдневный берут пост. Это очень важная часть. Если у тебя есть молитва, если у тебя есть общение с Богом, то ты должен понимать, что молитва укрепляет и усиливает этот пост. И это очень важно, потому что, когда мы приближаемся к Богу в посте и молитве, братья и сестры, что-то происходит не с Богом, а с нами. Многие думают, если я сейчас помолюсь, Бог поменяется. Бог, Он есть, был и грядет. Бог никогда не меняется. Когда мы молимся, меняемся мы. Когда мы читаем, меняемся мы. Когда мы постим, меняемся мы и наша жизнь. Аминь? Аллилуйя. Поэтому очень важный признак – общение. Жажда молиться и общаться с Богом. Молиться по столу, молиться по слову, молиться, провознашая истину Божию, молиться, провознашая духовный мир, что я спасенный человек, я люблю моего Иисуса. Но просто посмотрите, все песни наши, которые мы поем, это пророческие песни. Но каждый из нас, должны мы проверить, соответствую ли я этим словам, которые я говорю. Да нет, это моя вера. Подождите, вера, аллилуйя. Я тоже сторонник веры. Это мне тоже очень нравится. Но по плодам узнается дерево. Дерево узнается по плодам. Посмотри, не дай другим проверять твои плоды. Потому что если Иисус начнет проверять плоды, чтобы никто из нас не оказался, как эта смоковница, которая только листьями двигалась, двигалась это дерево и не имела никакого плода. Ты скажешь, а у меня времени нету, я целый день там работаю, у меня суета, бегаю туда-сюда. Для Бога это не оправдание. Мы все не должны оправдаться перед Богом. Всегда для Бога должно быть время, отделенное для того, чтобы общаться с Ним. И это очень важно. Я тоже работаю, двигаюсь, бегаю туда-сюда. Но у меня есть некая обязанность, которую я должен делать перед Богом. Это мое отношение. Сохранить отношение с Богом. Можно весь мир приобрести, но спасение потерять. Но не дай Бог. Но это на следующем. Это мы четвертое сейчас говорили, да? Вот и пятое сейчас идет, значит. Здесь нам, когда вот эти пункты у нас все нормально, нам открывается Слово и приносит радость спасения. Для нас приходит радость спасения. То есть все, что мы делаем, нам приносит радость. Не с воздыханием, не с тягом. Но опять воскресенье. Надо в церковь, да? Ну хорошо. Куда нам еще в церковь? А, сегодня надо дам домашний. Ну ладно, если я один раз не пойду. Это ж, ну ничего. Бог же не обидится. Вот мы артисты перед Богом. Вот реально. Мы уговариваем сами себя. Мы договариваемся сами с собой. Потом Бога говорим, что Он такой. Мы вообще умеем это делать, но есть порядок. Потому что мы это должны радоваться, да? Я обрадовался, когда мне сказали, пойдем в дом Божий. Посмотрите. Радостью буду. Исайя 61, 10. Радостью буду радоваться о Господе. Возвеселится душа моя о Боге моем. Он облег меня в ризе спасения. Одежду правды одель меня. Как на жениха возложил венеть, И как невесту украсил убранством. Убранством, да? Убранством. Аллилуйя. Ты стоишь на молитве и говоришь, Господь, Иисус, помоги, пожалуйста, мне. Сегодня очень много у меня работы. Дай сили. Благослови. А здесь человек молится, смотрите. Я радовался о Господе. Возвеселится душа моя о Боге моем. Ибо Он облег меня в ризе спасения. Вы знаете, мы каждый вечер молимся о чем-то. Но у меня есть побуждение сегодня вечером, чтобы мы все молились. Только благодарили Господа за все. Только благодарность. Вот человек с благодарным сердцем отличается от себя. Он всегда довольный. Это на позитиве человек. И мы не просто идем со списком к Богу, потому что Он все наши нужды восполняет. Мы идем с благодарным сердцем к Нему, потому что, когда Слово нам открывается, мы понимаем. О, я спасен. Я иду к Богу. Я говорю, благодарю Тебя, Господь, за мое спасение. Ты мой отец. Я Твой ребенок. Славлю. Хвала Тебе. Честь Тебе. Аллилуйя. Аминь. Помните про этого человека, то, что я один раз рассказывал, когда он стоял в церкви, и проповедник кричит, ты спасен, он, о-о-о, прыгает, а рядом сидит человек, записывает все, что проповедник говорит. И этот, который прыгает, ему мешает. Он говорит, слушай, ну не прыгай, ты не даешь мне услышать, не кричи ничего. А у нас все равно проповедник там говорит истине, а он, о-о-о, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Его звали, кстати, Джо. Он такой, мой брат африкоамериканец, или как их там, афроамериканец, такого цвета, другого. И он прыгает там, скочит. И вдруг этот человек, который пишет, я не говорю, чтобы вы не писали, пишите, здесь состояние сердца. А то сейчас многие подумают, а зачем мне тогда писать? Нет. И он видит, что у этого Джо нету хорошей обуви. Слушай, говорит, давай договоримся, я тебе куплю хорошую обувь, но ты будешь сидеть, молчать и не мешаешь меня записывать. Он приносит эту обувь, Джо смотрит, ну класс, ну вообще супер. Берет эту обувь, сидит. Проповедник кричит, он не знает, что делать. И вдруг проповедник говорит, кровь Иисуса Христа омила и очистила ваши грехи. Вы навеки, святые люди. Он снимает эту обувь, говорит, забери. Аллилуйя! Воистину летать! Так, почему? Ну невозможно удержать тот фонтан, который есть в сердце любящего Бога человека. Невозможно ставить вот так на собрание. Прославливали? Ну невозможно. Это фонтан, это бурлит, это жизнь кипит внутри каждого рожденного свящих христианина. Аллилуйя! Аллилуйя! Один человек подошел ко мне после проповеди, говорит, Казарян, ты сильно высоко нос поднял. Я посмотрел на него, думаю, надо проучить. Говорит, ты знаешь, брат, нельзя опускать нос. Он говорит, почему? Я говорю, потому что под носом лежит грех. Как только ты опустили нос, ты попадаешь в грех. Он говорит, да ты что! А я думаю, откуда эти грехи? Недавно он меня увидел. Говорит, смотри, никогда не вешаю нос. Мы должны понимать, жизнь внутри нас, жизнь не где-то. Не надо ехать куда-то, чтобы жизнь иметь. Не надо поменять город. Не надо поменять квартиру. Не надо поменять мужа. Не надо поменять жену. Надо поменять свою собственную жизнь. И тогда все будет классно. Халлелуйя! 1 Фесселикийцам 5, 16. Всегда радуйтесь. Помните, Павел пишет в тюрьме, радуйтесь. И еще раз говорю, радуйтесь. Халлелуйя. Шестой признак. Вот мы подошли уже к вере. Это вера от сердца. Не от головы, а от сердца. Ты уже так веришь, что просто ты говоришь, я не знаю как, но я верю. Вера, которая приходит в жизнь человека, это как откровение от Господа. Вы знаете, что есть дар веры? Вера, которая приходит в жизнь человека, это дар от Господа. И эта вера, которая открывается внутри тебя, эта вера тебя хранит уже до конца. И ты уже готова будешь и жизнь отдать ради Христа. Потому что ты познал его любовь. И вера родилась в тебе не просто от знаний, а от откровения, то что он любовь. И эта вера уже не просто внутри тебя просто существует, а эта вера, это стимуль твоей жизни. И эта вера тебе может, способна соединить тебе с Господом. Только вера от сердца способна тебе соединить от Господа. Только вера от Господа, то есть вера от сердца способна прощать, любить. Только вера от сердца способна не завидовать, не раздражаться. И тогда плоды любви начинают проявляться в жизни человека. И если есть плоды любви, это и говорится о том, что ты рожденный свыше человека. Много есть моментов, много есть об этом говорить, и стихов много есть. Но я хочу, чтобы мы уловили суть этого нашего христианства. Что это не просто занятие, это не просто по воскресеньям ходить в церковь, а это иметь живое отношение с Богом, имея живая вера от сердца. Аминь! У нас что осталось? Давайте. Римлянам 10, 17. Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия, да? И Римлянам 10, 9, 10. Ибо если устами, сегодня просто Розанна сказала, если устами твоими будешь исподевать Иисуса Господом, но сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют к спасению. То есть вера от сердца идет и ведет к спасению. Не просто я знаю. Все люди знают, что есть Бог. Все, абсолютно. Я еще раз говорю, даже демоны имеют веру, и они трепещут от Бога. Все люди имеют веру. Все отмечают Пасху, все красят яйца, все пекут куличи. И это их вера, это их проявление, их веры. Они этим говорят, что есть некая сила, есть Бог. Но вера, которая приносит христианство в жизнь человека, это только по Слову Божьему, через Слово Божьего, от искреннего сердца. Когда мы говорим, да, я не знаю, как, я не знал, как, но я верю. Я не знал, каким образом, но у меня есть вера. Я верю, я верю, я верю. А почему ты веришь? Да я не знаю, я просто верю. Это внутри моего состояния. Я наполнен этой верою. И эта вера меня держит в Господе. Амин. И седьмое, то, что я хочу говорить, это уже ожидание, это должно быть внутри каждого человека. Каждый рожденный свыше человек, он должен ожидать вечной жизни. Седьмое признание, если ты только на этой жизни надеешься на Христа, и он только источник, чтобы у тебя был успех и финансы, ты никогда, никогда не удовлетворишься ценностями этого мира. У нас, у каждого рожденного свыше человека должно быть понимание, я живу вечно. У меня вечная жизнь, я скоро встречусь с моим Господом. Вы знаете, братья и сестры, я скоро встречусь. Если он не придет, я пойду к нему. Я рожденный свыше человек. Я хочу иметь отношение с Богом. Я имею вечную жизнь. И никогда сатана это не украдет. Это должно быть наша молитва и наши слова перед Господом. Я буду жить вечно. Вы знаете, человек, который знает, что он живет вечно, он никуда не торопится. Он медленно, аккуратно, служа Богу, радуется. Мы живем вечно. Если это откровение придет, и мы осознаем, что мы потом с Господом будем всегда. Да, мы думаем, а эти тела, а зачем нам эти тела? Это как пиджак старый, или как рубашка старая, где уже пор порвалась. Надо просто положиться и купить новое. И Бог говорит, и не тела, эти тела, и не будут духовные тела. Они будут совершенно по-другому. Я не знал, как это описать. Не могу это описать, потому что Бог закрыл это. Потому что это вечное. Но то, что Он открыл, что мы имеем вечную жизнь, это четко. И у тебя должно это просто внутри запечатлено быть, что я имею вечную жизнь. И когда человек понимает, что он имеет вечную жизнь, он никогда никому не сделает зла. Тем более, если я буду знать, кого не люблю больше всех, его дом будет с моим домом рядом на небесах. И мне, ну сейчас временно, но тогда будет вечно. Я утром открою окно, и он мне приветствует тебе, брат или сестра. Вы понимаете? Если, конечно, с таким сердцем попадет туда. Иоанна, 1 Иоанна 2, 25. Обетование же, которое Он обещал нам, есть жизнь вечная. Это должно прийти откровение. Если человек не родился свыше, вот у меня два сына, они родились у меня дома. Ему не надо мне сказать, какие у него. Он не спрашивает, это мое? Он это не спрашивает. Он не спрашивает, холодильник открыть, или может быть у кого-то и так, но у нас такого нет. Это его. Он холодильник открывает смело. Он берет новую колбасу, которую еще я не резал. И он режет новую колбасу. Я на это смотрю, и я понимаю, это мой сын. Он имеет это право. Другой придет, даже холодильник не откроет. Если я порежу ему колбасу, он съест. Если я не порежу, он не съест. Вы понимаете, разница, есть же разница, да? Если человек знает, что это его дом, и он имеет вечную жизнь, и это обетование его, это его, это мое. Никто от меня не отнимет, если я не просто так не отдам или не продам, как я сам за чечевищную похлебку. Это мое, это моя жизнь, это мое вечное жизнь. Я в Божьем доме, я там живу. Это все мое, небо мое, все дары мои, все мое, все что, вся власть, которую Бог имеет, это принадлежит мне. Потому что я сын царя царей. Аллилуйя! Воздай Богу славу, он достоин! Свидетельство, и 1 Иоанна 5, 11, 12. Несколько мест прочитаю, потому что в домашних церквях это надо обсуждать. Свидетельство здесь состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и вся жизнь в сине Его. Имеющий Сына, имеет жизнь. Не имеющий Сына Божия, не имеет жизни. Но гнев Божий пребывает на нем. Вот посмотрите. Четко, тихо, аккуратно Бог пишет нам эти слова. 1 Иоанна 3, 2, 3. Последнее место прочитаем и помолимся. Если ты просто не имеешь этих признаков, работай над собой. Если тебе сегодня неприятно идти на общение, на домашнее, ой, меня обыденнее. Это может очень горько закончиться. Если ты не хочешь идти в церковь, передайте, или кто будет смотреть меня по интернету, я не боюсь говорить истину. Истина всегда лечит, а ложка лечит. Поэтому нужно всегда услышать, научиться услышать истину. Хорошо? Возлюбленные. 1 Иоанна 3, 2, 3. Мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Хо, аллилуйя! Еще есть какие-то откровения, которые Бог откроет потом нам. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему. Помните, какой Он, да? Откровение 1 глава. Как Он описывает Иисуса. Как огонь, лицо не видно, как солнце, глаза как волны, и там волосы как... В общем, будем подобны Ему, потому что увидим Его, какой Он есть. И всякий, имеющий себе надежду на Него, очищает себя так, как Он чист. Работайте над Собою. Работайте над Собою. Молитесь, работайте. В 138-м псалме написано, Господи, испытай мое сердце и узри, не на опасном ли я пути, и направь меня в путь вечный. Испитай меня, Господь. Апостол Павел, будучи сильным человеком, он говорит, я каждый день умираю, порабощаю мое тело, чтобы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным. Каждый день умирайте для себя. Каждый день живите для Христа. Каждый день пусть ваши ценности будут другие, будут Божьи. Каждый день пусть ваши ценности соответствуют с волей Божьей. Никогда не сообщайте с ворами, с разбойниками, если вы не хотите им проповедовать. Оставьте тех людей, которые уводят вас от веры. Оставьте тех людей, которые уводят вас от церкви. Оставьте тех людей, которые не соглашаются с Евангелем. Вы не можете повлиять на них, но они будут повлиять на вас. Оставьте тех людей, которые не любят Господа Иисуса Христа, потому что будет анафема. На тех людей, которые не любят Иисуса Христа, написано анафема. Мы прочитали. Маранафа. Скоро Господь грядет. И все те, которые ждут Его, все те, которые искренне поклоняются Ему, все те, которые искренне говорят, Боже, Ты мой Бог, и я Тебе поклоняюсь. И не просто устами, а есть вера в сердце. И каждый из них, каждый из нас, каждый человек, который искренне поклоняется живому Богу, у него внутри будет фонтан, у него внутри будет источник, который будет течь на жизнь вечную. И это благодать, которую Бог дает любящим Ему, кто боится Его, кто любит Его, кто хранит себя, кто хранит свои уста чистыми, кто хранит свое сердце чистыми, кто любит общаться с Богом, кто просто приходит к Богу и говорит, Господь, помоги мне, у меня не получается. Бог всегда рядом и поддерживает. Слава Иисусу Христу! Аллилуйя! Слава Богу! Следующее воскресенье еще тема очень опасная. И нам надо внимательно послушать, сможем ли потерять спасение. Давайте встали, помогимся. Хвала Тебе, Иисус! Поклоняемся Тебе, Боже! Господи, это не шутки, Господи, это очень серьезно, мы понимаем. Помоги нам, Дух Святой! Ты сегодня единственный, который нам помогает идти и двигаться дальше правильно. Иисус обещал, что Ты придешь и наставишь на всякую истину. Помоги нам, Христос! Помоги нашу церковь, чтобы мы были искренними перед Тобою, перед друг другом, чтобы мы, имея эти признаки или стремясь к этим признакам, исправили свои пути, Господь, исправили свои сердца. Помоги, Дух Святой! Посети каждого из нас откровениями Твоими, Господь, о вечной жизни, о вечной святости, о вечной любви, о том, как надо прощать, как надо любить, как надо двигаться. Помоги, я в этом нуждаюсь, Господь! Помоги искренне прощать, помоги не раздражаться, помоги быть искренним перед Тобою, Христос! Помоги иметь сердце чистое перед Тобою, Божиим! Помоги, Господь, когда ошибаюсь, двигаться и исправить свои ошибки. Помоги мне, Господь! Помоги, церковь Твою, Бог мой! Иисус, мы нуждаемся в Тебе, мы нуждаемся в откровении Твоей любви еще больше. Господи, кто ослабил, кто отпал, кто охладился, кто закрылся, не хочет общаться, кто закрыл свое сердце, кто ожесточил свое сердце, работай, Господь! Измени, Боже, дай желание измениться, дай желание искренне любить, искренне служить, дай желание не лукавить, дай желание исправить свои пути перед Тобой, храни каждого из нас во имя Иисуса Христа. И все сказали Халлилуйя! И все сказали Аминь! Халлилуйя! Хвала Иисусу! Благоставите кого-нибудь и скажите, брат, сестра, я люблю тебя любовью Христа. Ты дорогой мне человек! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok